И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сейчас у нас идет тренинг по специальному мануальному массажу. И вот мы коснулись такой темы лимфатической системы. Дело в том, что про это обычно люди не думают. Они не знают, про это не говорят ни в школах, ни медики, ни личный врач, ни семейный врач. Обычно об этом настолько подробно не говорят. А на самом деле это очень важная система нашего организма. Причем настолько важная, от которой мы либо от этой системы, либо мы себя отравляем, свой организм, либо мы себя очищаем. По сути это канализация нашего тела, даже можно так грубо сказать, в первом смысле слова. Она все нечистоты, все продукты распада, все переработанные отмершие клетки, какие-то бактерии, вирусы, грибки. Она все собирается, всего тела и идет на выброс. Как у нас происходит это? Ну вот, так скажем, здесь в центре нарисована поверхность кожи, конечно, любой конечности нашей. Артерия подводит туда кровь свежую, витаминизированную, так скажем, с кислородом, питает весь наш организм. Скажем, удары сердца приходят питание в каждую нашу плеточку. Большие магистрали артериальные, они делятся там на маленькие артерии, да, потом там на артериолы, там еще меньше и на капилляры. Потом эти капилляры переходят в вены, там венулы, потом такие маленькие вены и большая. Большая вена, она практически как это, с палец толщиной может быть. И, соответственно, отсюда же начинается, вот зеленый, все это показано, лимфатическая система. Они настолько тоненькие, они пронизывают практически все ткани, все-все-все-все-все-все ткани пронизывают, собирая из межтреточной жидкости, все вот эти гадости, в межтреточную жидкость, откуда они попадают. Либо из артерии доходят, да, там вирус какие-то выпали, либо и через мембрану клетки. Клетка не приняла что-то, да, чтобы вредоносно для себя, она отбросила. И то же самое клетка питается через мембрану. Если питательные вещества проникли в клетку, она, как любой живой организм, имеет свои, ну-то как бы, вещества, продукты жизнедеятельности. Она их выбрасывает обратно в межтреточную жидкость. И у нас получается, что межтреточная жидкость для клеток, она же для них и как ресторан, они оттуда все впитывают в себя, да, и помойная сливная канава. То есть они же туда все сбрасывают. Амстердам, короче. Да, в общем, и теперь поймите логику. Если бы лимфатическая система оттуда это все не забирала, то вот что эти клетки туда, ну вот всякое дерьмо, там, в любое ценное говно, они бы вот выбросили туда. И если бы не было такой сливной системы, как лимфатическая система, они бы обратно это все впитывали, понимаете? То есть самоэндоксикоз произошел бы. Эти вены, ой, не вены, артерии, они иногда проникают через, даже бывает, через вену. То есть забирая иногда оттуда. Сами вены, они, соответственно, уже с грязной кровью от капилляровок идут, да, идут обратно вверх и тоже очищаются. Вот они за счет сосудов лимфатической системы. Для этого именно на кожных подкровах делается такая процедура, как хиджама, кровопускание. Капиллярное кровопускание, другими словами. Потому что собирается именно самая грязь, которая в самых тонко проходимых местах. Понимаете, с какой скоростью здесь идет кровь, да, и с какой скоростью она идет в капиллярах. Там, из-за того, что он вот эти нечистоты, там такая грязь, она становится аж черной, да, вот. Мы делали там, отрываешь эту банку от спины, да, там прям черная, густая кровь, элитроциты склеиваются, там, ну, такая гаджа, жилеет. Да, жилеет, пока несколько раз не снимешь ее, да, и потом уже идет алая кровь, все, значит, организм таким способом оздоравливается, омолаживается. Вот. А про лимфу у нас никто не чистит. Если раньше были врачи такие, лимфологи, да, то сейчас мы о таком враче услышим только тогда, когда с раковой опухоли попадем в больницу ляжем, понимаете? Только тогда до них дойдем, а сейчас еще и сокращение врачей идет. Поэтому наша задача, как массажистов, все-таки объяснять людям о важности этой системы, да, и у нас обязательно включен в массаж лимфодренажные техники. Их не надо отдельно где-то делать, да, не надо только за ними ходить. У нас специально есть достаточно высокие подушки, я уже показывал там, да, не просто вот такой валик, как можно выше подушку приобретаете или изготавливаете. Ну, сейчас я даже покажу, то, что она изготовлена под заказ, специально подковообразная, чтобы стояла устойчивее. Можно положить плоскость, можно на высоту, потому что в магазинах не нахожу. Приходится вот на заказ делать такие подушки. И пока человек у вас лежит, у него ноги на подушке находятся, да, уже идет лимфоотток. Хотя бы забота о нем вот в этом, ну, вот в эти там полчаса, час, да, пока он у вас находится на процедурах. Лимфатические сосуды, они вот такие, ну, как это называется, из членников таких составят маленьких. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип, вот такие, чтобы не пропустить все назад. То есть они как маленькие бочонки, что ли, вот так вот, да. И здесь у них находятся клапаны, чтобы не пропустить все назад. То есть, условно говоря, вот там пальцы ног, да, там в сторону головы. Все поднимается вверх, течет, соответственно, вот в эту сторону. Поэтому ни в коем случае нельзя делать массаж назад. То есть от головы к пальцам ног, да. Всегда на всех конечностях, я уже рисовываю схему, на каждом сегменте участка тела, мы всегда движемся от конечностей в сторону центра, в сторону сердца, и в сторону сброса. Ну вот это гадость, да, то есть они все собирают, 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 а собирают они куда? Лимфатические узлы. Лимфатические узлы у нас акцентируются, ну вот на коже, это под коленками, паховая зона, подмышечная зона, и вот по голове, по лицу они вот спускаются вот туда, вот туда, под ключицу. Ну, кстати, к слову скажу, вот такие небольшие, ну как бы исторические события. Почему вот мусульмане в основном, да, они перед обедом, перед молитвой, они каждый раз как бы умываются вот так. Это все взято из, ну то есть на самом деле они что делают? Они делают массаж лимфатических лицах. Если вы почаще будете вот так вот делать, да, то у вас будет лицо как можно дольше молодое, и морщины будут разглаживаться, потому что мы помогаем лимфе быстрее, быстрее стекать. И как раз вот по такой дуге находятся лимфатические сосуды, которые все выводят туда вниз. Лимфатические узлы, особенно вот под челюстью, под скулой, под ухом находятся. Все это потом уходит туда, в большую цистерну под ключицей. А то, что снизу поднимается, оно находится в кишечнике. В кишечнике, в толстом кишечнике самое наибольшее количество лимфатических узлов. И вот там как раз идет сброс, и это все потом через прямую кишку все это выводится из организма. Это первый уровень сброса через кишечник. Второй уровень сброса, так как это все близко к капиллярам, да, то идет сброс через кожу. Я про мусульман после этого не договорил. То есть, когда-то древние мудрецы, они знали всю эту систему человека, да, и чтобы простому человеку донести, что нужно сделать, им сделали за правило, да. Ну, делали каждый день вот так. Мусульмане делают, да. Ну, как бы молятся, с другой стороны, очищают свое лицо. Хотя бы вот в таком простом движении. Вот кожа, это второй уровень сброса. То есть, она лимфатическая система напрямую завязана с потовыми железами, да. И через пот, прежде всего, это сбрасывается. Сами лимфатические узлы, я вот не договорил, ну, они обычно размером с фасолинку, с горошину. Это, как бы, их нормальный размер. Если они воспалены, они, конечно, раздуваются до размера перепелиного яйца, иногда и до куриного яйца, даже до такого размера могут раздуться. Представляете? Соответственно, их массировать нельзя, особенно в воспалительной, когда процессы, там, вообще нельзя дотрагиваться лишний раз. Ну, только такие мягкие, легкие нажатия. Почему нельзя? Потому что в них находятся макрофаги, которые все вот эту гадость, все эти глибки, там, вирус, которые туда поступают. А приходят они по четырем, да, сосудикам, а уходят по одному. Там, четыре пришло, один, два ушло. То есть, они собирают отсюда, а уходить им не надо много. И, соответственно, там идет убийство всех этих вирусов. Если мы его прижмем, то лимфатическое узло просто умрет. И эти вирусы, которые там были, они просто, ну, как бы, умрут и будут мешаться, будут гнилостные процессы, начнутся в организме, и так далее. И вот, когда подходит к коже, нет, дальше так же договорил. Вторая система очистка – это кожа, да. Третья система очистка – это очистки сброса. Это мокроты через наши легкие, то, что мы вот отхаркиваем. Очень, на самом деле, полезно отхаркивать, полезно себя простукивать, вот этот вот, наклонившись специально по косточке, да. Там железа находится, там находится цистерна лимфатическая, да, и легкие. Соответственно, все это вместе, оно вот с мокротами начинает выходить, отхаркиваться, откашивать. Это очень полезно. Далее поднимаемся. Это, соответственно, нос, глаза, уши. Ну, все слизистые наши, да. Оттуда тоже идет выход. То есть, серо у нас, желтоватого оттенка, да. Иногда бывает, утром просыпаемся, у нас на глазах такое, типа песочка желтенького, да, вот бывает из этих. из, как они называются, оттуда слеза идет. Ну, и слезно вот это отверстие выходит. Слизная железа? Слизная железа, да, да, да. Это вот все выводит оттуда вот эта лимфатическая система, вот эту гадость. Желтого цвета почему? Потому что она забирает из крови лейкоциты. И лейкоциты, они тоже являются чистильщиками и лекарями нашего организма. Они желтые лейкоциты. Сопли тоже, да, вот они сначала там у нас прозрачные, потом становятся зеленые, а когда уже мы выздоравливаем, они становятся желтыми, да, это уже начинают лейкоциты там действовать. Когда у нас синяк какой-то, да, он сначала красный, потому что там кровь, потом становится синий, потому что это венозная кровь, потом становится зелено-коричневатый, это гемоглобин, да, туда выделяется, начинает работать в синяке. Потом становится зеленоватый, это белирубин вступает в силу, и в конце он желтеет. Синяк, то есть, когда проходит, желтеет. Это что? Это лейкоциты, вот эти все переработанные клетки там, да, все, что у нас произошло в этой зоне, в организме, начинают как лекарь разносить и через гемпластическую систему выводить. И вот куда они выводят? Самое интересное, это кожа. Дело в том, что все наши, это уже доказано давно, все вирусы, какие только есть, да, все грибки, какие есть, черви, аскориды, гелеминты, ну, вот эти все инвазии, какие вообще в природе придуманы, да, они в нас изначально есть. Ну, по крайней мере, если там не в живом виде, то в виде яиц. И, собственно говоря, человек умирает из-за того, что его съедают внутренние вот эти вот микроорганизмы, так скажем. От амебы, да, паразиты, от амебы до червей. То есть, если там человек, умерший, будет лежать в комнате, да, то его съедят черви. Откуда эти черви берутся? Это его, собственно, изнутри они вылазят, они уже начинают его доедать. Соответственно, вся наша жизнь – это борьба. Это борьба против этих паразитов. И таким образом мы становимся моложе, либо старее. Все из-за того, что мы в себе носим. Все вот то, что на коже выступает, ну, то есть, организм не справляется, лимфатическая система не справляется с их убийством, вот этих, да, рожденосных паразитов. Тогда она это начинает сбрасывать через толстый кишечник. Уже там тоже засорено, да, в толстом кишечнике взрослого человека, там, ну, после 36 лет, уже там точно 6, а то и 7, и 8 килограммов каловых камней, всяких слизей, вот этих вот, и черевей там все же тоже полно. И, то есть, оттуда уже тоже не срабатывая, да, тогда начинают выводить через кожу. Вот и появляются папилломы, там всякие новые образования, типа родинок, жировики, да, ну, про жировики я не совсем знаю, говорят, до конца вообще не изучено, почему они появляются. Они бывают и у молодых, и у худых, и у толстых, и у старых, и у всяких. Жировики просто вообще загадка, не знаю пока откуда они берутся. Эти, там, блин, как это, ну, там просто много названий, да, вот, которые там такие волосатенькие, такие яснокожие, я имею в виду. Похожие на бородавки, вот такие всякие. Это все уже доказано, это все имеет, не вирусную, а вот такую грибковую форму. То есть, папиллома, это, по сути, грибок. Ну, есть корень, ножка, и типа мицелия под кожей, да, поэтому нельзя вырывать папиллому отдельно. Ее надо убивать лазжем, и выжигать, да, вместе с корешком вытаскивать. Ну, и так далее. Вот, они, вот, начинают проявляться, выходить из-за лимфы. Как они, из-за чего они начинают размножаться? Из-за того, что закисляется наш организм. Закисляется организм, это для них питательная среда, для всех вот, вот, грибков, паразитов и так далее. Поэтому надо свой организм ощелачивать. Ну, способы ощелачивания, их много разных есть. Вот, например, неувак, он обычно, ну, как бы он лидер в этом вопросе, он предлагает соду пить, пропивать соду. Я сам пропивал, у него самого были, я даже вам скажу, вот, по поводу красонаршей медицины, было пять кожных проблем разного типа. Разная этимология, так скажем. Где-то была сыпь, такая локальная, размером с яйцо, в одном, в другом месте. Ну, как бы поры, поры в этом месте, вот, разбудились. Потом были, типа, псориазы, я уже испугался, побежал к врачу. Пятно, правда, одно. Было почесуха, это вот, когда чешешь себя, прям до крови. И еще там какие-то. И самое интересное, что я со многими проблемами приходил к дерматологу, к коже-мерологический диспансер. Они говорят, ну, там, мазок сняли, не знаем, что это такое, как бы на обычную болезнь не похоже, ну, стандартное заболевание, да. С другой обращаюсь к проблемам. Это у вас такие особенности кожи, чего вы мучаетесь? С третьей проблемой обращаюсь. Да это ваши особенности кожи, что вы на мозг выносите? Нет от этого лекарства, нет от этого. Но я вылечился с содой, вот, пропивал соду, ну, достаточно долго так, месяца два, потом перерыв делал, еще пропивал соду. Про соду, это я отдельно еще расскажу, рецепт, как и для чего вообще это нужно пить, чтобы сейчас не отвлекаться. И в итоге мы человеку помогаем, мы специалисты, это наша, как бы, наша миссия, да, чистить и помогать, и объяснять людям, как нужно чистить лимфатическую систему, потому что сейчас люди живут дольше, хотят дольше оставаться красивыми и молодыми, и на лицо тоже счастливыми и молодыми. Поэтому лимфатическая система тут имеет, ну, первую очередную, как бы, нашу задачу, да, сохранить молодость как можно дальше, дольше. Вот когда возникло, ну, вообще, вот эти вопросы, когда начали возникать, еще в, там, десятых, двадцатых годах, прошлого века, 1900 примерно, двадцатый, да, когда Генри Форд придумал конвейерное производство, и многие стали заводы переходить и фабрики на конвейеры, стали рабочие весь день проводить стоя, да, и, соответственно, стали жаловаться на боль в ногах, отечность в ногах, пошли толпой, представляете, сколько народу в Америке было, пошли толпой к врачам, ну, а врачи всех же одновременно в санаторий не могут отправить, да, они собрали консилиум и начали решать, что делать, как вот придумать, чтобы так выйти из этой проблемы. Оказалось очень полезно держать ноги вверх ногами раз в день, хотя бы минут двадцать, хотя бы вечерком, самое главное, пятку положить в уже сердце. Ну, можно вот на спинку дивана, кресло там положить, да, на стену просто положить, если уж нужно совсем, самому себе положили и протянули. И за голову. Не, 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 ладошками, пальчиками протянули, да, все вот эти вот свои, собственно, мышцы, нога, естественно, по идее, вверху. Сейчас у меня нога, и вверху это я так изображаю. Сами себя погладили снизу вверх, да, помогли им в системе. И вот вы уже помогли своему организму, плодо того, что действительно омолодиться. Омолодиться, это что значит? Значит, не отравлять себя через кишечник, да, но мы же, по сути, самой интоксикацией занимаемся ежедневно от продуктов, от экологии, от, там, курения и алкоголя, от всего там практически. То есть мы постоянно отравляем, 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 организм борется, борется, борется и изнашивается. Когда-то он перестанет бороться, и тогда вы по накатанной пойдете по дорожке к смерти. Ну вот. А эти собрали симпозиум, медики в Америке, и думают, ну что же придумать? И тогда как раз родилась идея через кинематограф воздействия на сознание людей. Придумали ковбоя в сапогах, кладущего ноги на стол. А потом уже пошло там уже и бизнесмена старик лазить ноги на стол, ну если фильм не смотрели, да? То есть это придумано специально, как вот у нас в Советском Союзе было, по заказу гостей радио СССР, там, советская пропаганда, там, заказа, да? Вот в Америке была такая пропаганда, и, ну сами подумайте, ковбои, они же пасут коров в поле, там, в грязи, ну какие сапоги они будут лазить на стол? Ноги с сапогами на стол. Ну не суразно, да, немножко. Но тем не менее, прижилось, и люди действительно стали класть ноги на стол. Это помогло. Многим помогают. Так вот, ну как бы резюмирую это все, хочу еще раз напомнить, что в нас говна хватает. Мы себя отравляем постоянно. Поэтому хотя бы хоть раз в неделю займитесь чисткой, хоть раз в месяц занимайтесь чисткой, изучайте эти вопросы. все тут все способы хороши. И голодание, и переворачивание вверх ногами, да, и питье там из щелочных всяких напитков. И, ну, все способы, сейчас, естественно, я не расскажу до 5 минут. Просто смотрите наши видеоролики дальше. Олег Аллафгудин вас всему научит. С вами был именно он, ваш хороший друг, скромный слуга. До новых встреч, дорогие друзья. Не забудьте поставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok